Продолжение следует... Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь, что я с вами. И мы тогда с вами начнём нашу с вами сегодняшнюю работу. Пока никто мне не отвечает, к сожалению. Всё отлично видно и слышно. Спасибо вам большое. Значит, теперь я могу начинать. Итак, мы сегодня подводим итоги нашего конкурса декламации. Всем здравствуйте. Здравствуйте всем, кто в этот ранний час к нам присоединился. Я начну вебинар с этого и закончу этим. Мы продолжаем голосование наше. Я думаю, что... Я не помню, на какого числа мы его объявили, но я, естественно, просила, чтобы его не закрывали до моего вебинара, потому что мне кажется, что голосование участников сегодняшнего и вечернего вебинара, конечно, добавит нам объективности, потому что понятно, что в основном самыми активными участниками являются не только учителя, знакомые, родственники. Всё понятно. Поэтому я думаю, что те, кто сегодня ещё не проголосовал на сегодняшний момент, пожалуйста, сделайте свой выбор и проголосуйте. Сегодня мы будем подводить итоги конкурса. Сегодня будет очень много рабочих материалов, абсолютно неподготовленных, абсолютно не срежиссированных. У вас будет возможность посмотреть на мою кухню в том виде, в котором, конечно, это возможно, потому что понятно, что это не мои ученики, это ученики, которые достались мне буквально на несколько уроков, и я постаралась сделать какие-то очевидные вещи, которые требовались для достижения абсолютно утилитарной задачи. Тем не менее, у вас будет возможность посмотреть, как я работаю. И для тех, я думаю, что, конечно, сегодня к нам присоединились те, кто знает о нашем конкурсе, кто с интересом за ним наблюдал и кто в нём, может быть, и участвовал. Вот написано «Голосование закроем 25 сентября», поэтому, пожалуйста, голосуйте. Давайте сделаем так, чтобы победили достойные люди в любом случае. Я, например, тоже не могу решить сейчас, кто лучше, поэтому давайте добавим здесь объективности большинства. Итак, если среди нас сейчас есть кто-то, кто не знает об этом конкурсе, кто просто здесь появился сейчас на нашем вебинаре случайно, пожалуйста, напишите. Это будет, как всегда, очень интересно с точки зрения информации и статистики. А так, я, конечно, думаю, что в основном все знают, все участвовали. Я лишний раз напоминаю, что конкурс прошёл по книге «Английский в стихах в школе и дома». Конкурс был по книге для дошкольников и учеников начальной школы. То есть это конкурс, где стихотворения очень простые, где минимальный уровень лексической сложности, где, в общем-то, структуры, скажем так, для ученика третьего класса уже все довольно понятные. Поэтому здесь, конечно, фактор произношения, фактор осознанности чтения был для нас очень важным. И вы знаете, что мы получили около 300 работ. Мы все их многократно отсмотрели, проделали огромную тоже работу. И по результатам назначили не только победителей, но и выбрали команды, с которыми мы работали. И, как я уже говорила, сегодня мы будем обсуждать команду мою. Я всё-таки хочу лично озвучить имена победителей, ещё раз их поздравить, поздравить их учителей. Надеюсь, что это станет для них мотивацией дальше заниматься английским языком, любить английский язык и совершенствоваться, потому что совершенствоваться всегда есть куда. Итак, победители второй класс. Первое место – Волчков Глеб Шаповаленко Егор. Второе место – Файзулин Евгений Филиппова Мария. И третье место – Деринг Виктория. Третий класс. Первое место – Кокорин Денис. Второе место – Кубышкин Степан. Кокорин Денис у меня, конечно, лично запомнился. И третье место – Макашина Юля. Тоже всех поздравляю. И четвёртый класс – Шатоба Арсений первое место. Второе место – Нопин Александр. Третье место – Тимина Надежда. Итак, мы поздравим победителей. А сейчас я ещё раз, чтобы вам, когда вы будете голосовать, было понятно, кто кого готовил, озвучу участников команды. У нас происходили замены, потому что наши участники появлялись не единомоментно. То есть сначала появились одни, потом другие. И мы с Кларой Исаковной поменялись. То есть я вот у Клары Исаковны должна, например, была быть замечательная Ангелина Недобешкина, которая в результате досталась мне. Итак, в команду Клары Исаковны Кауфом вошла Ключерёва Ксения и Долгих Никита. В моей команде были Демидова Ольга, Хофизова Камила и Недобешкина Ангелина. И в команде Алексея Васильевича Конобеева, Валиненко Анастасия, Белич Александра и Голубцова Вероника. Поэтому тоже это имейте в виду. И я надеюсь, конечно, что, когда позволит время, потому что сейчас очень горячая в издательстве пора, мы выложим и рабочие материалы Клары Исаковны, и Алексея Васильевича, если он позволит. И если это будет интересно, они тоже как-то это прокомментируют. А сегодня мы будем работать с моими рабочими материалами. Ссылка на голосование я ещё раз помещаю, и уже она была помещена и администратором. И прежде чем мы начнём, собственно, начнём с главного, начнём с того, что я буду демонстрировать какие-то фрагменты наших занятий. И вместе с вами, я думаю, мы будем делать выводы. Как я уже анонсировала, когда анонсировала этот вебинар, я сказала, что, вы знаете, мы тоже вместе с вами учимся. Для нас это было большим… Нам было очень любопытно, как это получится, взять чужого ученика, в общем-то, без каких-то пиздой и без после, и улучшить какие-то локальные, конкретные моменты. И мы на этом тоже… То есть у нас были подозрения, что не всё получится, и я честно вам скажу, получилось не всё. И мне будет тоже очень… Мне было интересно, и будет интересно, что скажете вы по поводу видеофрагментов. Я буду показывать сейчас, в зависимости от потребности, то есть я не буду показывать всё, чтобы наш вебинар с вами не превратился в сплошную видеотрансляцию, но я покажу то, что мне кажется достойно просмотра, достойно оценки и достойно анализа. И будем с вами вместе делать выводы, будем с вами анализировать, будем с вами вместе учиться. Итак, давайте сейчас с вами начнём с работы с Ангелиной Недобешкиной. Здесь я хочу показать вам совсем маленький фрагментик. И потом будем анализировать основные ошибки наших учеников. В данном случае это была очень стандартная, очень типичная для русскоязычных школьников, изучающих английский язык, ошибка, когда мы оглушаем, во-первых, согласную букву, а во-вторых, при произношении не делаем никакой разницы между гласными, широкими и узкими. И я хочу сказать сразу, что потрясающая совершенно учительница, я думаю, она сегодня здесь, мне кажется, Мария Воложка, которая занималась с Ангелиной, конечно, её вклад в эту работу очень большой, это видно по финальной работе. Финальные работы я здесь вам не демонстрирую, потому что в этом нет никакого смысла, вы можете их посмотреть, пройдя по ссылке. Мы не будем сейчас на это тратить время. Ангелина, мне кажется, очень достойна в результате, прочитала всё. Ошибки все такие были, в общем, рабочие, с которыми можно работать, которые не так сложно исправить. То есть девочка очень хорошая, девочка сильная, девочка мотивированная. Давайте, тем не менее, посмотрим, как она реагирует вот на ситуацию, когда, собственно, надо прочитать вот это противопоставление. Давайте посмотрим. Вы знаете, у меня тут немножко... А вот, всё, я поняла, что у меня есть. Я вам ставлю видео и выключаю звук. Какая из этих букв читается узенько, а какая широко? Вот в первой паре. Это вторая. А в первом слове как читается гласная? Лэг, лэг. Лэг, лэг. А в чём разница между лэг и лэг? Буквы. Так. Ну вот прочитай. Сейчас запомнила, что эти два слова, да? Ты их запомнила? Лэг, лэг. Теперь смотри на меня. И так, чтобы я видела твой рот, красиво артикулируя эти два слова, произнеси. Лэг, лэг. Никакой разницы, да? Лэг, лэг. Да? Абсолютно два одинаковых слова. А они абсолютно разные, да? То есть у нас согласные с тобой получилось сделать разными, а вот гласные вообще не получилось. Так, ну я к вам быстренько возвращаюсь. И когда у вас появляются комментарии, сейчас будут более длинные фрагменты, пожалуйста, пишите, что вы думаете, какие вы делаете из этого выводы. Вот вы видите, что очень ученица мотивированная, большая молодец, но тем не менее вот такие вещи, которые, как я ей объясняю, и которые, как вам понятно, очень принципиальны в английском языке, они пока не стоят ещё, хотя это, если я не ошибаюсь, ученица четвёртого класса. И потом мы с Ангелиной ещё тестировали какие-то задания, которые мы готовили для учеников постарше. То есть она действительно и говорит по-английски, но тем не менее вот этот вот начальный этап, он немножечко недоработан, и всегда есть возможность здесь улучшить. Важно это или не важно, давайте смотреть дальше. Следующая ученица — это Камила Хафизова. И у неё тоже замечательная совершенно учительница, которая очень активно её поддерживала, помогала учителя, как вы понимаете, никогда не стоят в стороне, и даже во время каникул они занимались, я так понимаю, из классной комнаты учителя. То есть учительница тоже помогала работать. тоже очень было много каких-то мелочей, которые можно было улучшить, и которые, вот я с удовольствием послушала её финальное стихотворение, она прислала его самое последнее, но тем не менее это не значит, что оно как-то от этого пострадало, а прямо слышно, как она действительно осознанно над собой поработала, как, если вы сравните, насколько она улучшила своё произношение. И в её случае это, конечно, очень своевременно, потому что Камила ученица второго класса. Если я где-то здесь ошибусь, поправьте меня, но мне кажется, я перепроверила и говорю вам правду. То есть вот насколько важно на начальном этапе расставить эти акценты. И фактически, как я уже сказала, занятий-то было три штуки, и не самых длинных, потому что дети дольше просто не могут по скайпу. Мы где-то занимались минут по 40, не больше, иногда даже чуть-чуть меньше. Насколько важно эти акценты расставить в самом начале, чтобы ребёнок просто начал обращать на них внимание. Потому что дети же не все имитируют хорошо со слуха. И есть дети, которым, если сказать, обрати внимание, вот этот звук произносится именно так, если сделать достаточное количество упражнений, это подарок, в общем, на всю оставшуюся жизнь. А в чём этот подарок заключается? Мы будем с вами дальше рассказать. И вот с Камилой я хочу вам показать. Мы занимались очень многими тоже вещами, потихоньку и тем, и другим, и третьим. Но с ней мне было интересно ей продемонстрировать, как работает транскрипция. Мы с ней договорились, что она транскрипцию знает. Действительно, в общем, есть понятие о транскрипции. И когда мы с ней читали, опять же, элементарнейшие какие-то пары, упражнения, было понятно, что всё-таки с правилами чтения не всё идеально. И тогда я сказала, а давай почитаем абсолютно незнакомый и, в общем-то, сложный для тебя текст, потому что, ещё раз напоминаю, второй класс со сложными незнакомыми словами. Давай почитаем их в транскрипции. И давайте я вам сейчас, опять же, показываю чистейший эксперимент. Что происходило? Она читала с листа, она видела этот текст впервые, она видела его на экране компьютера. Потом мы, сейчас я вам вот предваряю, работали с этими словами, уже не в виде транскрипции, а опять в виде, собственно, слов, так, как они пишутся. И давайте посмотрим, что происходит. И я вас призываю не только смотреть, но и комментировать, что вы видите и на какие мысли вас эта история наводит. Итак, как я уже сказала, ученицы второго класса, я так понимаю, что все ученицы у меня были отличницы, читает в транскрипции с листа впервые. То есть это первое предъявление и никакого времени на подготовку тоже нет. То есть абсолютно чистейший эксперимент. Минутку. Пожалуйста. Christmas bells, happy bells, funny sounds, and magic spells. Видишь, как удастся? Слышите. Дальше. В ханде... В ханде... Ка... 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 Клэп, клэп, клэпи. Ахахах. The kids go happy, happy, да? Вот только я прошу тебя, сейчас ты читаешь, обращай внимание, да? Christmas bells. Что такое bell? Bell – это шар новогодний. Это колокольчик? Да. Это новогодний, но обычно мы знаем новогодние колокольчики, обычно колокольчики у нас Новый год. Итак, Christmas bells. Ты немножечко L делаешь мягеньким, а Z зачем-то давишь, да? Тут нет никаких, тут нет никакого смягчения и нет никакого сильного звука. Bells. Скажи bells. Bells. Прекрасно. Продолжаем читать. Итак, the kids go happy, happy, happy. Дальше. The kids go happy, 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 happy. Santa Claus bring us joy. Это не the. Bring us joy. Bring us joy. Fill the town with gifts and toys. Знаешь что, вот это and не дави, пожалуйста. Мы с тобой помнишь, мы с тобой, да, gifts and toys, да? Чуть-чуть, чуть-чуть это, всё-таки мы здесь слова писали, а не так, как это должно фонетически звучать. D очень редко произносится. Обычно вот это and, оно прямо слипается с соседним словом. Gifts and toys. Gifts and toys. The hands go, clap, 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 clap. Go, go, go. Go. Go, 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 clap, 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 clap. The kids go happy, happy. Christmas days in shall we hills. А, 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 а. Там другая буковка, посмотри. In... In... In snow. Snowy. Snowy. Snowy hills. Fun, fun, fun and games don't let us freeze. Mm-hmm. The legs go jump, 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 jumping. Mm-hmm. The snow, the snow goes dump, jump, bump, bump, bumping. Хорошо, молодец. А теперь я тебе хотела несколько слов прислать. Я надеюсь, что у тебя тоже их хорошо будет видно. Прочитай, пожалуйста, вот мне слова. Я буду тебе присылать, а ты их читай. Town. А? Еще разок. Town. Mm-hmm. Mm-hmm. Bump. Town. Tick, 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 tick. Tick, tick, tick. Mm-hmm. Jump. Mm-hmm. Christmas. Mm-hmm. Tick, 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 tick. Молодец. То есть ты все эти слова знаешь, да? Или ты их читаешь по правилам? По правилам. А ты знаешь их? Ты знаешь, как их перевести? Ну, некоторые знают. Но какие ты не знаешь? Так, а что это сейчас было? Сейчас были какие-то новые слова для меня, совсем другие. Ну-ка, давай еще раз прочитаем первое слово. То это о или ау? Как мы с тобой решаем? Я думаю, что это о. А это ау. Когда мы с тобой читали в транскрипции, мы с тобой это видели, да? Это ау. Таун. Бамп. Ну, бамп это... Таун это город небольшой. Бамп это когда есть какая-то неровность на дороге, да? Такая вот небольшая неровность, и ты подпрыгиваешь. Бамп. Так, что у нас есть еще интересного? Какие слова мы еще не знаем? Последнее. Гоус. Гоус. Ага. А вот так вот? Гоу. И что это за слово? Тоже не знаешь, да? Не знаю. Вот это слово. Что? Извини, пожалуйста, я не слышала сейчас. Что ты сказала? Слово «гоу» я знаю. Так, а что это за слово? Это слово «идти», «ходить». «Идти», «ходить», да. То есть скажи мне что-нибудь со словом «гоу». А мой брат или мой друг? А вот «my friend goes to school», да? Этого они еще не проходили? Нет. Еще не проходили. Хорошо, значит «I go to school». Так вот эта вот замечательная транскрипция, понимаешь, которую мы сейчас прочитали, она тебе как раз помогла все эти слова. Итак, я к вам возвращаюсь. И я думаю, что сейчас вы поняли, какую идею я хотела проиллюстрировать. Идея очень простая. Зачем нам нужна транскрипция? Почему мы, например, в своем пособии «Как научиться читать по-английски» уделяем столько внимания транскрипции? А почему сейчас я вам прочитаю, буквально вот мы закончим разговаривать, прочитаю вам цитату из новых стандартов образования. Почему так важно обучать транскрипции? Потому что транскрипция – это та удочка, при помощи которой наши с вами обучающиеся могут прочитать любое слово. Мы занимаемся правилами чтения, мы объясняем правила чтения. Опять же, зачем – чуть-чуть позже мы с вами будем обсуждать. Но не всегда правила помогают, не всегда слова читаются по правилам. И, что греха таить, не всегда наши с вами обучающиеся это правило помнят. А вот если у нас есть транскрипция, посмотрите, ученица второго класса, явно не весь второй класс она занималась этой транскрипцией. Тем не менее, на мой взгляд, напишите, если это не так, если ваши ученики с нуля, с листа читают намного лучше. На мой взгляд, она читает в транскрипции слова, я думаю, успешнее, чем если бы я дала ей вот такой вот текст с достаточным количеством, конечно, незнакомых, хоть и несложных, но незнакомых для нее слов. То есть транскрипция в данном случае, вы видели момент, она слово «town», естественно, в транскрипции прочитала правильно, а потом сама неправильно. Да, слово она в транскрипции читает правильно, так она его прочитать не может. То есть все эти моменты как раз потом на всю оставшуюся жизнь компенсируются умением читать транскрипции, если вы этому системно учите в начальной школе. «Должны вы это делать или нет?» Конечно, транскрипция очень помогает. «Должны вы это делать или нет?» Теперь уже абсолютно точно должны, без вариантов, по новым стандартам. Транскрипция входит в программу обучения во втором классе. Учить нужно, абсолютно верно, пишет Татьяна Геннадь, непременно с первого урока, если мы сомневаемся, если мы думаем, нужно, не нужно. Вот, мне кажется, очень красивый, очень такой корректный пример, да, чистый эксперимент. Вот я дала текст, абсолютно даже не планируя, собственно, этого с девочкой делать. Но понятно, и сейчас вот я покажу вам следующий рабочий эпизод с Ольгой Демидовой, с моей третьей ученицей. Абсолютно понятно, какая проблема возникает у наших детей. Они пытаются читать все буквы, что бы мы им ни говорили, что бы мы им ни объясняли. Вот с учительницей третьей девочки своей, я не была знакома, девочка спокойно совершенно занималась из дома, Московская область, я думаю, у них там попроще с компьютеризацией. Не знаю, кто учитель, абсолютно никаких вопросов тут нет. Я и не ожидала, что учителя будут задействованы, просто это технически было нужно. Видно, не знаю, учили правила чтения, не учили, но видно, что ребенок пытается, даже когда учат правила, это абсолютно тоже характерная история для русскоязычных детей. У нас в русском языке читается каждая буква, и они пытаются читать каждую букву. Даже если они не читают, они сами себе не верят. Им кажется, что они что-то неправильно поняли, они неправильно услышали. И как не бейся, вот этот момент очень сложно потом исправить. Когда ребенок видит слово в транскрипции, он понимает, как оно действительно звучит. Потому что, ну что греха таить, даже когда мы используем аудиозапись, там у ребенка написано в тексте одно, а слышит он абсолютно другую вещь. Потому что там есть особенности ассимиляции, особенности ритма, особенности произношения. Все это, конечно, влияет на восприятие. Когда наши обучающиеся видят слова в транскрипции, они совершенно четко понимают, как их произносить. А что за этим идет, мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, я показываю вам сейчас третий эпизод. И здесь он достаточно большой. Я постараюсь его разделить на две части. Здесь мы работали над соединением слов, работали над произношением согласных в конце слова, работали над контрастом узких и широких гласных, работали вообще над самой идеей имитации. Потому что с имитацией у нас там тоже возникали проблемы. И я думаю, что они возникали не столько даже из-за особенностей каких-то обучения в школе, а из-за характера девочки. Потому что мне досталась чемпионка. Девочка занимается фигурным катанием. У нее спортивный характер. И видно, что, в общем, человек в себе уверен. И у человека есть определенные амбиции. Это тоже было очень-очень интересно. И над осознанностью чтения мы работали. И давайте посмотрим. И, я не знаю, в принципе, я уже кое-что показывала. Я сейчас покажу вам небольшой эпизод, как мы познакомились. То есть первое прочтение конкурсного стихотворения. И вы мне скажете, что вы думаете, какие вы видите проблемы или достоинства. И как вы думаете, какая у девочки оценка в школе. Ну, понятно, что хорошая, но все-таки какая. Небольшой сейчас фрагментик для ознакомления, то есть с чего мы начинали. Минутку. Поехали. 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 Я слушаю. Поехали. 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 экраны анapeя из они выделить I've got a room, and the rooms are mine. They call me the only genie at home. And yes, it's fantastic to be alone. Итак, как вы думаете, я вас попросила послушать вместе со мной, и как профессионалов оценить, насколько хорошо прочитано, и какая оценка у девочки в школе? Я задала вам такой вопрос. Пожалуйста, всё-таки напишите, кто участвует у нас активно сегодня, пожалуйста, напишите, что вы думаете. Насколько это хорошо, насколько это корректно, и какая оценка? Я уже сказала, что это ученица... Нет, я не сказала, но я вам сейчас скажу. Это ученица третьего класса. То есть у меня получились как раз ученицы второго, третьего и четвёртого класса. Оценка в школе всегда субъективна. А вы бы что поставили, Татьяна Геннадьевна? Вот кто-то думает, что отличница. А почему отличница? Всё-таки насколько хорошо? Видите, какая милая девочка. Сколько медалей? Четыре с минусом. Так, ну, больше я смотрю, отличница и четыре с минусом. Ну, я тогда уже вам открою, да, секрет. Я пять очень редко ставлю, понятно. Но всё-таки давайте исходить из того, что текст девочке знаком, девочка знает его наизусть. То есть тут проблемы с прочтением нет никакой. Давайте посмотрим, что стоит за этим прочтением. Надо ли ставить тут пятёрку, надо ли ставить четвёрку. И главное... Ну, мы понимаем, что это, на самом деле, хорошая ученица. В школе у неё пятёрка, понятное дело. Но давайте посмотрим, что вот с этой отличницей происходит, когда мы начинаем с ней работать над произношением. И, собственно, не только над произношением, над прочтением. Да, давайте посмотрим, что происходит, из чего состоит вот это вот прочтение, и что за этим кроется, и какие... И, скажем так, спрогнозируем, что человек, который вот так читает в третьем классе, какие оценки он будет получать в шестом, седьмом, восьмом, девятом и так далее. Давайте посмотрим. Я вас призываю вот этот файл посмотреть внимательно. Понимаете, здесь не столько моя работа, потому что, как я уже сказала, здесь нет ни начала, ни конца. То есть я работаю над какими-то отдельными буквосочетаниями, над какими-то отдельными дифтонгами для того, чтобы получить более гладкое прочтение того же самого стихотворения. Вы с Кларсакной обсуждали, то же самое брать или другое. И мне было интересно посмотреть, а что будет, если взять то же самое. Хотя сомнения были. Давайте посмотрим. Мы работаем над тем же самым стихотворением. Вот с Ольгой мы работали дольше всех, потому что как-то так вот получилось. Мы каждый раз минут по 40 с ней работали. Было видно, что она устает, и, в общем, сложно ей даются какие-то моменты. Давайте посмотрим, что у нас получалось. И я бы очень вас просила комментировать, когда вы видите что-то интересное. А я думаю, что вы увидите довольно типичную, но при этом интересную картину. Итак, начнём с первого. Это музыка. Очень чёрная. И вот эту музыку надо понять и пытаться сделать что-то похожее. Поехали. Значит, упражнение прочитай словосочетания и переведи их на русский язык. Переводить не надо. Читай сначала сама. Опять же, обращаем внимание на то, чтобы всё было слеплено в один комочек, чтобы не стояли вот эти несчастные э и энд отдельно. Поехали. А джок и а пет. Вот, это неправильно. А как правильно, я тебе сейчас покажу, а дальше ты всё сама. А джок и а хэн. А джок и а хэн. А ман и а джоу. Good. А моп и а бэн. А моп и а бэн. А мон и а бэн. А моп. Моп. Почему? Что у тебя тут смущает? Тут моп написано. А моп и а бэн. А моп и а бэн. А джок и а бэн. On a bed, on a bed, at a mop, in a bed, on a dog. И смотри, вот ты куда ведешь эту, вот эту вот свою интонацию, да? Музыку ты ведешь вверх или вниз? Это in a bag или in a bag? Ты куда хочешь, чтобы было вниз, да? Значит, мы тогда говорим in a bag, и это правильно. In a bag, on a dog. Very good. И когда ты перечисляешь, вот тогда тебе надо вверх, да? I've got a table, I've got a bed, у меня и стол, по-русски тоже самое, у меня есть стол, у меня есть кровать. То есть интонация идет в английском языке вверх. I've got a table, I've got a bag, I've got an armchair, это как музыка. И потом вниз обрушить. It's for my cat. И поехала вниз. Потому что повествовательное предложение у нас, ну что такое повествовательное? В конце которого стоит точка. Вот если в конце предложения стоит точка, то ты музыку предложения должна повести вниз. Ты в конце должна упасть, да? Ты должна спуститься с горочки и упасть. Так, следующее упражнение. У меня их для тебя много. Сейчас будет то, что тебе нравится. То, что у нас с тобой пока не очень хорошо получается. Отправить. Так, вот она. Значит, смотри. Наша с тобой любимая with, да? Только здесь оно, конечно, уже сложнее, потому что оно в предложении. Давай еще немножечко потренируемся говорить with. Поехали. With. With. В, понимаешь, смотри, ты делаешь как? Ты сначала губами делаешь во английское, а потом ты русское, в губами тоже делаешь, а язык не работает. Ты должна почувствовать, как язык высунулся и спрятался. Давай сначала начнем с д. Поехали. Д, д, д. Д, 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 д. Так, так, так. Он на тебя... Нет, так часто не надо. Смотри. Д, почувствуй, как он вылез. Д, д. И спрятался. Д, д. Д, д. Не, 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 губами мы ничего не делаем. У меня губы не шевелятся. Смотри. Д, д, д. Губы не участвуют в этом. Д, д. Прекрасно. Д, д, д. Еще разок. Д, д, д. Прекрасно. Теперь уа, уа, уа. Уа, уа, уа. Теперь уи-з. Уи-з. И думай о том, что ты делаешь. Уи-з. Уи-з. Губы не участвуют в конце. Уи-з. Уи-з. Отлично. Прямо поставь свои пальцы на губы, положи. Почувствуй, чтобы у тебя в конце губы никуда не уходили. Сначала они вот так вот сделали губ и больше не участвуют. Уи-з. 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 Давай еще разок. Уи-з. 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 Вот так. Стой перед зеркалом и делай. Сделаешь сто раз, будешь говорить всю жизнь правильно. Не сделаешь всю жизнь, будешь делать черти что. И никто тебя потом никогда не исправит. И пока в третьем классе еще что-то можно сделать. Потом уже никто. Ни за какие ковришки. Поехали. Читай. Потихонечку. Попробуем номер один. Прочитай. Сейчас. И-з. И-з. А почему это и-з-з-з-з-з? Где что-то и-з-з-з-з-з-з-з-з? Чего это? Я вот на минутку снова вклиниваюсь. И мы тут начали как раз. Клара Исаковна не выдержала. И пишет то, что она изначально, собственно, и постулировала. Что давайте возьмем незнакомое стихотворение. Давайте работать с нуля. А мне как раз казалось, ведь у нас задача же не только показать прекрасное чтение. У нас задача вообще обсудить, как мы работаем с фонетикой. С чего все начинается и чем все заканчивается. И мне кажется, что здесь как раз интересно, что кто-то смог улучшить фонетику. И здесь, конечно, я думаю, что это идет не от учителей, а от учеников. Больше от желания, от того, с каким посылом дети приходят. А кто-то не смог. То есть абсолютно точно проблемы были у всех на входе. А вот на выходе вот как раз интересно посмотреть. И я хочу сказать, что здесь, конечно, замечаете характер у ребенка совершенно другой. То есть, например, когда мы разговариваем с Камилой, видно, что она абсолютно готова следовать. Она абсолютно открыта к любому эксперименту. Ей хочется учиться. При том, что девочка совсем маленькая. У Ангелина другая история. Она самая старшая. Она как раз делает это уже более осознанно. Она тоже настроена на работу, но она постарше. А вот, например, Ольга, которая в середине, видно, что она чемпионка. Она очень в себе уверена. Она считает, что она молодец и так. У нее все хорошо. Она не понимает, чего я от нее хочу в плане, где здесь место для подвига. Она считает, что все в порядке. То есть вот в чем, собственно, если вам интересно, то, как я это вижу, в чем здесь интрига. Почему так туго? Она не понимает, чего я хочу. У нее все нормально. Она отличница, она чемпионка, она хорошо знает английский язык. Она сейчас в этом конкурсе прошла вот в этот этап. Опять же, когда мы выбирали, мне, например, было интересно взять какие-то вещи, когда очевидно можно что-то улучшить. Очевидно. И вот как раз здесь я над этим работала. Это как раз была девочка, которую я очень хотела взять, потому что мне казалось, что такие очевидные вещи мы легко исправим. Давайте посмотрим, что пишет в комментариях. Возможно, в конце приятно видеть результат. Мы с Ангелиной просматривали первую итоговую видеозапись, и сама девочка была очень довольна результатами, что смогла многое улучшить. Вот это тоже замечательный совершенно момент. Мы это будем обсуждать о том, как такие вещи вообще, когда ребенок сознательно, с удовольствием работает, меняют потом, я думаю, не просто стихотворение, как оно прочитано, «Бог с ним». Они меняют отношение к учёбе в принципе, даже не только к английскому языку, но и прежде всего к английскому языку. Это отношение к учёбе, это понимание того, как работа осознанная, как работа вместе с учителем, как работа над собой принципиально меняет результат. И, конечно, я не сомневаюсь, что вот эти дети, которые у нас приняли участие в этой работе, они будут совершенно по-другому учиться. Даже если до этого они учились прекрасно, они будут учиться ещё лучше. Они для себя выработают, здесь не только предметные результаты, здесь прежде всего метапредметные результаты. Они увидят, что можно делать для себя самостоятельно, если работать над какими-то такими вот, работать над каждой деталью. Они увидели, на какие шажки можно делить работу. То есть они сами себе уже маленькие методисты. Это, мне кажется, совершенно потрясающе. Это сопротивляет и считается отличницей. Правильно, Татьяна Геннадьевна пишет. Понимаете, характер чемпионки, и она недовольна мной. Она считает, то есть я абсолютно это говорю с большой симпатией, потому что совершенно очаровательная девочка и явно трудяга, но вот она здесь, внутренний её цензор не пропустил меня. Она решила, что эта работа, в общем, без неё можно обойтись. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Я с удовольствием свяжусь с её родителями, может быть, ещё раз, потому что мне интересно, как это будет, какое будет продолжение. Вот Клара Исатина пишет. Марина Ивановна, поздравляю вас с такой ученицей. Если с ней работать, у неё есть потенциал. Большое спасибо. Я работала с Ангелиной на самом начальном этапе 1-2 класс. Конкурс её готовила моя мама и коллега Марина Ивановна, а я оказывала моральную и техническую поддержку. Замечательно. Тем не менее, давайте посмотрим, что у нас дальше. Вот наша с вами отличница, как я уже сказала, закончившая третий класс. Мы работаем, как вы поняли, над вообще двумя упражнениями. Сначала было упражнение на присоединение служебных слов, элементарное упражнение, элементарное. А сейчас чуть-чуть посложнее, те же самые словосочетания, и проблемой нашей становится, конечно, произношение межзубных звуков, произношение «во». Вот всё, что действительно для русскоязычных школьников представляет проблему. То есть здесь, конечно, уже не так элементарно с точки зрения артикуляции, но давайте посмотрим, как у нас двигается работа и какие вещи мы ещё замечаем. Давайте вот посмотрим, и потом я ещё раз озвучу, а вы можете писать, с чем проблема ещё, вот главное, с чем проблема, как вы её видите здесь. Ну, кроме чемпионского характера, конечно. Давайте посмотрим. Чуть-два. Извини, конечно. Ну, написано же, смотри, «this» написано, да, а не «if». А, я не «if». Я другое читаю. А ты что? Ангелесно рисую. Давай, вот это вот, с картиночками. Поехали. Ух ты! Ух ты! Она со всех сторон окружена согласными. Она читается как «а». Теперь попробуй изменить свою версию. Поехали ещё разок. Значит, она читается как «а». Пожалуйста, прочитай её как «а». Не надо её... Нет, это «а». Нет, это «а». 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 Тут, видишь, картиночки сверху есть. Они не все поместились, но что-то поместилось. Значит, теперь я тебе покажу, как надо это сделать. Смотри. «This is a truck with a bus». Поехали. Не, не, не. Воу. «This is a truck». «This is a truck with a bus». Вот это высшая математика английского произношения. Вот если ты сможешь это сделать идеально, значит, всё будет у тебя хорошо. Но надо всё время повторять. Поехали. «This is a truck with a bus». Поехали. «This is a truck with a bus». «With the bus». «With the bus». Видишь, да, что происходит? Значит, ещё разок пробуем. Вот этот звук «the». Что такое «this» по-английски? Что это значит? Как переведёшь? Не знаю. «This» – это «это». И «их» – это, и «дэс» – это. Оба эти слова значит «это». Значит, это у нас грузовик с автобусом. Друзья, поехали. Ещё разок. «This». 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 Посмотри. На меня смотри. «Дэ, дэ, дэсс». «Дэ, дэ, дэсс». «This». «Вис». Не «вис», не «вис», а «дэс». Ещё разок. «Вис». Вот, я тебя умоляю. «Дэсс». Умоляю тебя. «Дэсс». Прекрасно. Вот так вот. И смотри на себя в зеркало. Если ты увидела свой язык между зубов, значит, ты правильно сделала. Если ты увидела, как у тебя губы гуляют, значит, ты сделала неправильно. Ещё разок. «Дэсс». 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 «Блестяешь». Теперь делаем «дэсс». Поехали. «Дэссс». 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 Да-да-да. Не «висис». «Дэссс». 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 Ещё разок. «Дэсс». «Дэссс». «Дэссс». Вот так вот. Вот так. «Дэсссээ тракн к басу». Поехали. «Дэсс». Спокойно. Очень медленно. Можешь растягивать. Ты главное паузу между словами сделала. А слова можешь растягивать. Тяни, сколько тебе надо. Не торопись. Спокойно. «Дэссс». Поехали, спокойно, смотри на текст. Отлично, но тебе сложно произнести. Давай возьмем, может, где слова чуть-чуть попроще. Номер два, попробуй сама прочитать. Это все слова понятные. Я думаю, тебе. This is a dress with a cap. Ну, во-первых, cap, да? Мы с тобой договорились, что когда буковка A стоит между двух согласных, и ничего там дальше, никаких гласных нет, она становится лягушкой. Cap. Не cap, а cap. Значит, давай еще разок. Все было неплохо, кроме вот этой with a cap. Значит, this is a dress with a cap. This is a dress with a cap. Почти. Очень было неплохо. With a cap. То есть, this is вообще отлично было. Еще разок. This is a dress with a cap. На пять с минусом, потому что ты говоришь with a cap, но ты with говоришь правильно, это очень хорошо. Но надо, надо правильно сказать, with a cap, понимаешь? Э должно прилепиться. Э должно прилепиться, оно не может остаться одно, оно ничего не значит. Понимаешь? Поехали еще разок давай. This is a dress with a cap. With a cap. Ну, почти. Отлично. Следующее. Поехали. This is a rabbit with a pen. With a pen. With a pen. Никогда не with a, а with a всегда, понимаешь? With a. Поэтому мы англичан так тяжело понимаем, потому что мы не слышим, что они говорят. Вместо with a они говорят with a. Так, а мы с вами продолжаем. Вот спасибо Татьяне Геннадьевне, которая всегда очень помогает в работе. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...